С 1 января Ненецкий округ переходит на цифровое вещание. Об этом сегодня сообщил главный инженер архангельского филиала РТПЦ Виктор Рюмин. Отключение аналогового вещания, согласно графику Минкомсвязи, будет происходить в три этапа. 11 февраля 2019 года его отключат в семи субъектах, 15 апреля еще в 20. В Ненецком округе и оставшихся 57 регионах аналог будет отключен 3 июня 2019 года. Во всех точках вещания, их в Ненецком округе 15, 1 января 2019 года будут доступны первые и вторые мультиплексы. Это 20 телеканалов и три радиостанции. Охват населения по Ненецкому автономному округу первого и второго мультиплексов одинаков. Он составляет на сегодня 96,33%. Сегодня в тестовом режиме подключен поселок Индиго. Напомню, что ранее было принято решение о том, что вещание будет организовано второго мультиплекса только для населенных пунктов свыше 50 тысяч граждан. Но сейчас на основе нового решения правительства Российской Федерации, благодаря ему, мы сможем распространить канал второго мультиплекса на всю территорию округа. Для отдельных категорий граждан оборудование для приема цифрового ТВ-сигнала предоставляется бесплатно. Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения уже выданы 120 приставок. Еще около 400 остаются доступными для выдачи. Получить их могут пенсионеры и нуждающиеся малоимущие граждане. Приставки, которые имеют телезрители, просто надо их перезагрузить, то есть включить режим настройки и автоматический второй мультиплекс, если он есть в эфире, он будет уже доступен. В создании, развертывании цифровых наземных сетей, эфирную наземную трансляцию на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа осуществляет филиал государственной компании «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» – Архангельский областной радиотелевизионный передающий центр. Сколько федеральных средств было затрачено на строительство всей инфраструктуры? У федеральных средств было затрачено порядка 275 миллионов рублей. В здании, в котором мы с вами находились, вместе с оборудованием и с внешним оборудованием, оно обошлось примерно в 65 миллионов рублей. Кроме того, оборудование обеспечит передачу сигналов МЧС по точкам вещания, а также будет использование для улучшения сигнала сотовой сети. Аналоговая трансляция будет прекращена на территории округа 3 июня. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север».